С мир вам! А это вот мой папа. Такой он. Отец мой. Он был ему тут где-то... Добрый вечер уже. Добрый вечер. Так, а это? А это папина сестра. Ну, и их дочь. Вот это Царёвый. Вот это... Вот эти вот... Знаете фотографии? Это все Царёвы. А это Умновый. Вот это вот Царёвы, это были богатые люди. Их выслали на Соловки вначале, а потом... Ну, в общем, короче, они все погибли. Погибли. Вот. А дедушка... Хорошая власть. Мы сейчас рассуждаем вот с сестрой Тамарой. Я говорю, ты псалтырь-то считаешь? Считаю. Я говорю, а какой у тебя эпиграф из псалтыри сейчас? Потому что в зависимости от времени, то меняется что-то. У меня раньше был 41-й псалом, написано «Из того узнаю, Господи, что ты за меня». Если враги мои не победят, а меня утвердишь в правде твоей. Вот смысл такой. Я этот псалом все время держал. 120-й псалом каждый день читаем. А вот сейчас у меня эпиграфом стало Псалом 118-й, 164-й стих. Я его каждый день повторяю, вот этот стих. Сейчас мы его прочитали. Он звучит так. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. То есть нужно установить конкретно в моей жизни то, что делал Давид. Он говорит, семь раз в день прославляю тебя. Как? Слава тебе, Господи, или пошел? А что входит в это одно? Сейчас мы рассуждали. Это три святоя. Ну, Божья милость, и дальше за молитву и паучий наш. Это три святоя. И сто поклонов. Сто поклонов со своими словами Христу показал я все. Вот. Это раз. И вот таких вот молитв, это занимает 7 минут, но ты можешь продлить их не менее семи раз в день. Не менее. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Вот что с нами было, с родственниками, как-то коснулось меня. Это суды его, и они праведные. И за это все время надо богославить. Хорошо, что меня постигли эти болезни, операции. Благодарю тебя, Господи. И это ты должна сказать не менее семи раз в день. Я как-то письмо патриарху писал, у меня бывает, ну, это уже Господь так делал, 18 раз в день на такую молитву. И весь день наполнен как одним дыханием. Куда бы ты ни пошел, мы сразу остановились, молитва. Вот у меня ребята в лагере работают, а сосед просит, говорит, ну, когда кончится все, дай мне их, они поработают, мне это надо в подвал сделать. Я говорю, одно условие. Если 7 раз в день будете становиться на молитву. Хорошо. Только к корову пошел, брось охапку сена, на колени встань. Что жена делает, это ее дело. Ты себя знай. Не прерывай связи с Господом. Семикратно в день прославляю тебя, Господи, слава тебе. Не бойся имя Божие назвать Бога Иегова. Бог Иегова 8 раз встречается в Библии. А на самом деле оно встречается более 7 тысяч раз. Где Господь, говорится, в оригинале стоит Яхве Иегова. Мы имя Божие забыли. В церкви его не слышно. Ни в проповедях, нигде. А он савовов. У Бога около 500 имен. Но он открывался людям. Как тебе имя? Спросил Моисеев. Ответил. Иегова. И Рябуху смотрит. И Авраам открылся. Иегова. А почему у нас его скрывают? Я на этом основании, ну и в книгах везде стал вкраплять. И сейчас уже заговорили. А то там иеговисты ходят, иегов поедут. Если они говорят правильно, надо принять. Они неправильно этим именем пользуются. А мы должны прославлять Бога семикратно в день. За суды правды. Я переписываюсь в интернете. Такая система Mail.Ru. Мой мир. С мусульманкой. Ее звать Самира. Самира, значит, по-русски собеседница. Она знает русский. В свое время училась в Баку. Преподаватель теологического факультета в университете. Она знает арабский. Знает азербайджанский. А вот это тоже знает. А? Я родилась и выросла в Баку. Она тоже знает. В Баку выросла. А эти языки. Азербайджанский. Азербайджанский, да? Да, и персидский. А еще какой? Персидский. Ну, иранский. Это я не знаю. И мы с ней переписываемся. Она очень духовная. Она все обращается. Учитель, отец Игнатий, скажите. Она со своими студентками, с учащимися, считает псалты. И в православный монастырь ходит. Ее уже не раз там, говорят, зажимали свои молы. У нас с ней прекрасная переписка. Я думаю, сейчас побудем мы здесь. Еще месяц в Ставрополье, потом в Краснодарском крае поработаем. И спустимся туда вниз, в Грузию, Азербайджан, Баку. Это свою родину. И она спрашивает, а сколько Богу даете поклонов? Слово какое. Даете. Ну да, мусульманов, они поклоны. Очень интересный человек. Именно о молитве, в какое время встаете. И вот так это интересует. Это живая связь с Богом. Если этого нет, то механически можно все научиться делать. Робот поклонился. Ты внутренне должен соединяться с Богом. Я поехал в Москву. Там храм Христа Спасителя есть, большой храм. А рядом, метров 250, Берсиневский храм Николыча Детворца. Там служит игумен, отец Кирилл. Он московский патриархат. Я приехал, он сразу стихарь меня переодел, и я говорил проповедь. В храме больничном, где он лежал в это время. Я сказал на тему Римлянам 8-10. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Вот определяй. А я имею его, а не имею. Слово Божие очень четко это показывает. Кто Духа Христова не имеет. А святые отцы понимали это? Мне кажется. А вы его раньше знали, простите. Раньше знали его, этого батюшку? Да, раньше знали. Он к нам приезжал с группой детей в наш лагерь. И я у него был здесь. А вы его слышали? Нет. Отец игумен Сахаров. У него там патриархи приезжают, служат. Он все ведет по старому обряду. Служит на московской патриархии. У него и ННН, храм единственный на Москве, который ННН не принял. У него. У него. Продолжение следует...